Потом с вами посещаем фабрику Оникса, потом сама Белоснежная гора, после Белоснежной горы Памукали мы с вами обедаем, фабрика Текстиль затем посещаем и уже обратная дорога в Маркарис. Все вот эти вот Оникс, Оникс, Памукали, Текстиль, они все находятся вот в одном районе, поэтому в дальних расстояниях как таковых не будет. Мы с вами закончили на бассейне Клеопатры. Бассейн Клеопатры имеет три глубины, мелкую, среднюю, букву. Считается, что он имеет омолодительные свойства, если принимать в ванны, то минут сорок максимально, но так как он содержит большое количество радона и при дольше награждения он может нанести вред организмом. Бассейн Клеопатры, он находится в комплексе. На территории комплекса или комплекса располагается и душевые кабинки для переодевания места общественного пользования. На самом комплексе могут находиться абсолютно все, а вот бассейн, вход в этот бассейн, он платный. Он стоит 32 турецкие лиры, либо 13 долларов. Секундочку, я сейчас... Просто билеты можно купить только в лирах на кассе. Сейчас забрести у нас. У нас есть билеты к Клеопатру, они тоже стоят 32 лиры, либо 13 долларов. По собственному желанию, как пожелаете, как захотите. Перед входом в бассейн Клеопатры там располагается огромная таблица, где таблица все элементы, которые находятся в бассейне. Считается, что эту воду еще можно набрать и взять с собой в Мармарис. Эта вода сохраняет 36 часов лиц целебных свойств. Она благоприятно влияет на внутренние органы, она очищает и полностью омолаживает, как внешне, так и внутренне. У нас с вами дорога длинная, дорога дальняя, поэтому мы с вами не пьем и не рискуем. У каждого свой организм, и вода может по своему каждому повлиять. Поэтому, если вы решаете набрать воду, то вы уже по приезду в Мармарис и принимаете ее вовнутрь. Считается, что эта вода, воду необходимо пить по полстакана за полчаса до еды, 3 раза в день. И вот в таких, да, на протяжении несколько дней. И организм полностью очищается, выводит все возможные токсины. По дороге, за как раз бассейном Клеопатрии, я вас уже на месте более хорошо сориентирую, вы, как зрительно, уже разберетесь, располагается античный театр. Если идти по дороге наверх к античному театру, то будет дорога, которая будет везти налево. Эта дорога ведет к мартириуму святому Филиппу. Святой Филипп был один из апостолов Иисуса Христа. Он был один из учеников. Само слово апостолы, это означает как посланник. Считается, что на территории Турции находились практически все две апостолы Иисуса Христа. Например, в Иераполисе был распят апостол Филипп. В Эфесе, возможно, кто-нибудь из вас был, там был распят Иоанн, извините, прожил последние свои годы Иоанн Богослов. Считается, что только два из учеников, ученика Христа, как бы один умер от старости. Это Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, который проповедовал, что Бог есть любовь. И сам Иуда, который предал. И сам убил себя, порезился. Считается, что апостол Филипп прибыл на территорию Иераполиса в 80-м году н.э. И он вместе с сопровождением Иоанна Богословом и со своей сестрой Марианной начинает проповедовать учения Христа на территории Иераполиса. Считается, что когда об этом узнал градокомандующий Никанор, то есть градокомандующий самого Иераполиса, то он в тайне от него сбежала жена к апостолам и попросила их исцелить ее тело от змеи. Ну и с помощью молитвы они поселили в ее душе веру. Поэтому, когда об этом узнал Никанор, он разозрился и отдал приказ. Во-первых, в доме, где проживали апостолы, чтобы он был сожжен, а во-вторых, чтобы апостолы схвозили и начали судить. Он посел во главе суда и начал судить проповедников. Ему помогали жрецы. Градокомандующий Никанор был уверен, что их все волшебство заключается в их одежде. Поэтому он отдал приказ распить апостолов. После того, как ничего не произошло, они подошли к святой Марианне. Когда подошли к Марианне, она воспламеняла огнем и исчезла. Тогда Никанор отдал приказ, чтобы апостолов распяли. Считается, что апостол Филипп был распят на самой высокой точке города. Раньше город окружала большая крепостная стена, высота которой была 3 метра. И на этой самой стене был распят апостол Филипп. Во время распятия произошло очень сильное землетрясение, и земля разошлась. При этом проглотил всех жрецов, а также градокомандующего и язычников. Считается, что во время последних минуток своей жизни апостол Филипп молился Богу об исцелении, молился о том, чтобы были все впрощены и об их жизни. Плодоедание земля раступилось, и из нее вышел непосредственно все эти язычники, кроме городокомандующего и его жрецов. Считается, что на том месте, где был распят апостол Филипп, в течение нескольких дней, трех дней, проросла виноградная лоза. Это был символ того, что апостол Филипп нашел вечное счастье со своим Господом. На месте, где был распят, была построена восьмиугольная церковь. Сама форма 8, это означало символ бесконечности. На протяжении 500 лет после смерти апостола Филиппа это место находилось достаточно оживленным местом было. Но спустя некоторое время, когда в последнее уже входит состав Турецкой республики, она уже становится менее оживленным, и все материалы начинают разбирать для сооружения различных домов. В наше время там можно встретить одиноидных паломников, которые совершают такой путь. Считается, что апостол Филипп, он покровительствует семьям, что необходимо молиться о благополучии семьи, молодые девушки, молодые парни, прозвища, а вторых половина, а уже сформировавшись в семье, прозвища, длительные любви и благополучия. Очень интересный факт, что христианская религия сопоставляет каждого апостола с камнем. Написник первого священника, который проповедовал, он состоит из 12 полудрагоценных камней. Каждый из камней сопоставляется с каждым учеником Христа. Таким образом, апостол Филипп сопоставляется с камнем Оникса. Сам камень Оникс добывается у подножия Белоснежной горы уже несколько тысячелетий. С самых давних времен Оникс являлся символом благополучия. Черный Оникс – это Оникс победы, удачи. Считается, что это камень мужчин, что персень из черного Оникса благоприятно влияет на человека и что он способствует и помогает ему при решении сложных задач. Сам Оникс в переводе означает «многоть». Во времена древних богов существовала такая легенда о том, что когда прекрасная богиня красоты и бодрости Афродита отдыхала, а рядом с ней крутился ее маленький сын Арон. Он настолько увлекся своими стрелами, что наконечником острой стрелы задел ногти богиня и их отлюбил. Так как боги Олимпа абсолютно видели все и знали все, они не могли допустить, чтобы божественная часть находилась на земле. Поэтому они превратили ногти Афродита в Оникс. И с тех пор считается, что это божественная часть из себя. В древнее время были найдены несколько десятилетий лет назад различные украшения, которые использовались из Оникса во времена развитых стран, такие как Ассирия и Вагавал. Достаточно во многих странах до сих пор принято считать, что камень Оникс предотвращает от ранней гибели. В Библии очень часто встречается, что в некоторой церкви одна из стен задержала из полупрозрачного Оникса. В мечетях, которые располагаются недалеко от Каамы, одна в одной мечети находится большой камень квадратный Оникс, который находится в центре стены. Вот сам камень Оникс мы с вами посетим фабрику, где непосредственно перед вами покажут и расскажут, как же отличить подделку от оригинала. А также вам покажут, как это обрабатывается, какие стадии обработки проходит Оникс. На первом этаже перед вами будут представлены все продукции из Оникса, такие как Ониксовые чаши. Некоторые ученые уверены, что если пить воду, которая настояна на Ониксе, то он благоприятно влияет на внутренние органы, особенно на печень и почки. Также он помогает при ожирении. Считается, что камень Оникс, он символ является силой. Он придает некую силу. Белый цвет – это цвет женщины, черный цвет – это цвет мужчины. Во втором этаже в Ониксовой фабрике перед вами представятся различные ювелирные украшения из полудрагоценных камней. Самым важным камнем, как на мое усмотрение, это камень Диаспор. Его уникальность заключается в том, что он может менять цвет. Этот цвет меняется от светло-зеленого до темно-фиолетового. Диаспор в переводе означает «рассеянный». Считается, что когда человек носит этот камень на своем теле, и если он разрушается, начинает крошиться, это означает, что камень подсказывает человеку о серьезном заболевании, которое только-только начинается. Этот камень, он еще имеет второе название – название «Султанит». Во времена Османской империи, когда султан великолепный правил, он был таким… ну, он очень обожал ювелирное мастерство. Он со своими собственными руками готовил ювелирные изделия для своей любимой жены Роксолане. Считается, что в Турции есть такая давняя традиция. Каждый мужчина должен дарить своей женщине золото и серебро. Чем много золота и серебра у женщины, тем более авторитетный и приятельный мужчина в Турции. Поэтому, пользуясь этой давней традицией, ювелиры Турции с османских времен начинают с каждого года все новые показывать. Считается, что самые модные дома, такие как «Оскара Лоренто» и «Шанель», где он вдохновляет именно ювелирные, драгоценные вещи, ювелирные, ювелирным дизайном. Сам султанит, он в переводе означает как «Султан». Султан великолепный, это был его камнем. Как только к нему в комнату заходила его любимая наложница, он дарил ей этот камень. Камень также имеет свойство менять цвет от температуры тела. Поэтому, когда наложница заходила с камнем в руках и имела, например, розоватый цвет, комплекты, различные подвески. Сам поселий он так уникальный тем, что буквально в прошлом году он только был найден. Месторождение султанита, оно имеет такое тоже удивительное свойство. Например, она добывается у озера Бафа, недалеко в Турции. Только в этом году, в том году была найдена. Когда она закончится, тоже неизвестно. Где она будет в следующий раз, тоже непонятно. Это вы сможете использовать и приобрести такой вот камушек. Оплатить выбранное изделие вы можете в любой валюте. Курс можно будет узнать на кассе. Также существует на этих фабриках всех такая услуга, называется отельный платеж. Если вам понравится изделие, и у вас с собой не будет достаточно денег, то вы можете заказать эту услугу. По прибытию в Мармарис вы сможете оплатить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!